Возможность получить грант. Ненецкий округ примет участие во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в исторических поселениях и малых городах. Для удобства избирателей в Ненецком округе откроются пункты приема заявлений от избирателей, планирующих голосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень анонсировал запуск всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в исторических поселениях и малых городах. Заявки на участие в конкурсе должны быть направлены до 1 апреля. Гранты от 30 до 100 миллионов рублей могут получить 80 исторических поселений и малых городов. Министр отметил, что для рассмотрения заявок будет сформирована федеральная комиссия. Идея проведения конкурса уже поддержана президентом России. Владимир Путин поручил дополнительно выделить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей для реализации проектов победителей. Глава Минстроя сообщил, что порядок проведения конкурса на гранты для малых городов предполагается утвердить в ближайшее время, а итоги конкурса объявят в мае. По итогам конкурса будет отобрано порядка 80 победителей. 20 в категории «Исторические поселения», 60 в категории «Малые города». Предусматривается, что «Исторические поселения» в качестве гранта получат в среднем по 50 миллионов рублей, а «Малые города» от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения. Проекты, выигравшие гранты в рамках конкурса, должны быть реализованы в течение двух лет. Идея проведения конкурса уже поддержана президентом России. Владимир Путин поручил дополнительно выделить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей для реализации проектов победителей. В департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ сообщили, что Ненецкий округ будет участвовать в проекте. На конкурс будут заявлены концепции по обустройству общественных территорий Наридмара, поддержанные самими горожанами. 31 января в Ненецком округе откроются пункты приема заявлений от избирателей, планирующих голосовать не по месту регистрации. Напомню, поправки в выборное законодательство отменили привычные многим гражданам открепительные удостоверения и ввели новый порядок включения избирателя в список избирателей по месту нахождения. Любой гражданин в любом уголке нашей страны и за границей может написать заявление и проголосовать там, где ему удобно. Для этого необходимо с паспортом подойти в один из пунктов приема заявлений, оператор которого поможет заполнить заявление, подобрать наиболее удобный по месторасположению избирательный участок в том населенном пункте или городе, где избиратель будет находиться в день голосования 18 марта. Само заявление состоит из двух частей. Одна часть остается в пункте приема заявлений, отрывной талон с подробным адресом и номером участковой избирательной комиссии передается обратившемуся. В день голосования избиратель предъявляет талон и паспорт членам комиссии выбранного избирательного участка. Дополнительных документов от него не потребуется. Заявление о включении избирателя в список по месту нахождения можно подавать только один раз. К работе операторы приступят уже с 31 января и будут работать по 12 марта 2018 года. Пункты приема заявлений откроются в КДЦ Арктика и в поселке Искатели. Это бывшие здания БКЕ. Принимать заявления будут также и территориальные комиссии. ТИК Наринмарского городского округа располагается в мэрии города, а ТИК Заполярного района в районной администрации в поселке Искателей. С 25 февраля к пунктам приема заявлений присоединятся все участковые избирательные комиссии. Для тех избирателей, которые не смогут или не успеют подать заявление в указанные сроки, предусмотрен запасной вариант. С 13 марта и до 14 часов 17 марта избирателю можно будет подойти на свой избирательный участок по месту регистрации в паспорте и подать специальное заявление. Заявление со специальной наклеенной маркой будет запечатано в конверт, чтобы исключить возможность потери или порчи марки. И избиратель, предъявив его на выбранном избирательном участке, получит на руки бюллетень. 204 жителя Ненецкого округа придут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за того или иного кандидата впервые. А чтобы эти события остались в памяти надолго, специально для них Центральная избирательная комиссия приготовила сюрпризы – поздравительные открытки, памятные брелоки или значки. Впрочем, в России выборы всегда ассоциировались с некоторым праздником. Об этом и о том, чем запомнились и какими были первые выборы для ветеранов голосования, расскажет Ольга Русул. История выборов в нашем регионе берет свое начало еще из XVIII века. До революции наши земляки голосовали за старость десятников представителей волосного земства. Явка в процентном отношении была невысокой. Треть населения выборы игнорировала. Ситуация изменилась с принятием в России Конституции. Большое внимание участию в выборах стали, наверное, передавать с 1929 года, когда был оформлен наш Ненецкий национальный округ. До 1934 года в выборах разного уровня участвовало небольшое количество жителей. На выборы население приглашали листовками и плакатами. Вначале они были обычными, черно-белыми. В фондах Краеведческого музея – агитка 1946 года. Кстати, тогда кандидатом в депутаты баллотировался Афанасий Гудрив. Избиратели дали ему наказ построить в городе почту. Теперь здание центрального почтамта – визитная карточка Нарьинмара. Он выглядел очень парадно на фоне черно-белой традиционной печати. В советские времена явка избирателей была максимальной и приближалась к 100%. Первые выборы у меня были связаны с годами студенчества. Это было в общежитии в городе Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Раннее утро по коридорам проходили. Почему-то сейчас очень хорошо запомнилось гармошкой. Это был сигнал к пробуждению студентов с тем, чтобы отправляться на выборный участок, на избирательный участок. Именно там мы первый раз участвовали в голосовании. На избирательных участках выступали самодеятельные коллективы. Велась бойкая торговля дефицитными товарами, поэтому горожане спешили прийти пораньше, пока все не разобрали. В мои пионерские времена хорошисты и отличники в точно такой же форме с красным галстуком несли почетный караул около избирательной урны. Впрочем, выборы – это не только праздник, но и возможность каждого жителя страны повлиять на качество жизни. Выборы вспоминаются как праздник, потому что, идя на выборы, всегда знали, что там будут какие-то лавки торговые с дефицитами, которых тогда было очень много. И поэтому обязательно что-то приобретали. Но на выборы ходило всегда. Это, считаю, гражданской позицией. Это надо делать обязательно и всем. В моем мнении, на выборы, конечно, необходимо идти, чтобы, ознакомившись с программами кандидатов на тот или иной пост, на ту или иную должность, попытаться определить, насколько этот кандидат отвечает нашим интересам. Кстати, тем, кто придет на выборы 18 марта 2018 года впервые, а в Ненецком округе это 204 человека, избирком приготовил памятные подарки. Ольга Русул, Александр Бобрякович, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В аграрно-экономическом техникуме заработала новейшая лаборатория для будущих ветеринаров. Практический класс, где занимаются студенты, превратился в полноценную ветклинику. Территория открытий в аграрно-экономическом техникуме заработала новейшая лаборатория для будущих ветеринаров. Современное оборудование позволяет проводить десятки видов исследований и выявлять у животных сложные заболевания на ранних стадиях. Практический класс, где занимаются студенты, превратился в полноценную ветклинику. Ребятам теперь будет гораздо проще подготовиться к дипломной работе. В этом году им одним из первых в России предстоит сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Полноценная ветклиника в стенах учебного заведения. Этому бы позавидовали многие СУЗы страны. На модернизацию потратили чуть более 5 миллионов внебюджетных рублей. Закупили одно из самых современных оборудований. Например, сейчас студентка на специальном симуляторе отрабатывает навыки наложения швов. Всего несколько ловких движений рук и первый шов наложен. Студентка 4 курса специальности ветеринарии Мария Королева одна из первых опробует новый японский тренажер. Он настолько умный, что сам выставляет оценку за проделанную работу. Все данные отображаются на мониторе ноутбука. Мельчайшая ошибка и балл автоматически снижается. Доброта педагога здесь уже не поможет. Поэтому студенту приходится рассчитывать только на себя. Переживаю, что не получается, когда что-то нервничать начинаешь. Будущие ветеринары, да и сами педагоги до сих пор не перестают удивляться возможностям современного и высокоточного оборудования. Например, вот новейший бинокулярный микроскоп, который вводит изображение на монитор, а если нужно и на интерактивную доску. Теперь здесь даже есть собственный УЗИ-аппарат. Его, как и все остальное, приобрели в рамках масштабной модернизации. Деньги учебному заведению выделили нефтяники. Ребята признаются, работать на такой технике – одно удовольствие. Сейчас прошло новое оборудование. Сейчас практику намного качественнее мы проходим. То есть мы видим намного обширнее картины, которые мы раньше не видели. Это четкость изображения, допустим, под тем же самым микроскопом. И четкость изображения УЗИ. Проводим клиническое обследование животных и помогаем иногда ветеринарам и врачам. Многим четверокурсникам уже сейчас под силу самостоятельно провести несложные операции. А еще осмотреть животное, поставить предварительный диагноз и назначить лечение. Изучив рентген-снимок, его сделали прямо в лаборатории. Студентка техникума Марина Хатанзейская делает вывод. У собаки поврежден тазобедренный сустав. Выход один. Необходимо хирургическое вмешательство. Она могла подскользнуть также на линолеуме. Она могла неправильно спрыгнуть с дивана или наоборот запрыгнуть на него. Новейший комплекс оборудования закупили, чтобы готовить будущих специалистов по стандартам WorldSkills. Это международная ассоциация и основная цель повышения престижа рабочих профессий путем проведения соревнований по всему миру. Первый такой чемпионат для студентов-ветеринаров в Ненинском округе состоится уже в феврале. По сути, он станет генеральной репетицией самого главного для ребят испытания – демонстрационного экзамена. Демоэкзамен в таком же формате проходит как чемпионат. В плане в том, что есть рабочие места, где будет имитация какой-то задачи, будь это вецинспертиза, лаборатория, исследование мазка крови, исследование мочи лабораторное, наложение швов, исследование клинических животных. У нас здесь будут натуральные животные, которые мы будем исследовать. То есть все это они должны предоставить. Все это будет в больной системе. Оценивать практические навыки учащихся предстоит опытным ветеринарам. Самым удачей на экзамене студентам лично пожелал временно исполняющий обязанности губернатора региона. Осматривая лабораторию, Александр Цибульский поинтересовался, смогут ли ребята применять полученные знания и в дальнейшем после окончания учебы. А вот у меня вопрос. Вот они сейчас здесь все на этом суперсовременном оборудовании изучат, потом пойдут работать. А на работе-то они такие аналоги будут? Есть. А они все, это все по стандартам сейчас. Это все есть в производстве. Это у нас на авиастанции, и все ветеринарные службы это имеют. Да, да, да. И тут же хорошо. В будущем по стандартам WorldSkills техникум сможет готовить и студентов других специальностей. Среди них, в частности, повара-кондитеры. Алиха Танзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Активистки регионального отделения одной из самых крупных общественных организаций НАУ «Союз женщин России» представили Александру Цибульскому свои социально значимые проекты. Подавляющее число инициатив общественников направлены на поддержку семей, детей и представителей старшего поколения. Кроме того, женщины Ненецкого округа ведут мониторинг качества питания в социальных и медицинских учреждениях, развивают движение ЗОЖ, проводят экологические акции, участвуют в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, оказывают содействие развитию некоммерческого сектора в регионе. Председатель общественной организации Ольга Старостина отметила, что, как правило, помощь, которую оказывает первичное отделение «Союза женщин», является адресной. Общественники берут шефство над семьями, оказавшимися в сложном положении как в городе, так и в сельских поселениях, активно взаимодействуют с органами власти, привлекают к решению проблем квалифицированных специалистов. Член Совета регионального отделения «Союз женщин России» первый детский омбудсмен НАУ Татьяна Гашева заявила, что общественники готовы включиться в реализацию новой президентской программы «Десятилетие детства» на территории Ненецкого округа. На встрече договорились и о возобновлении проведения церемонии награждения премии «Женщина года» в Наринмаре. По мнению главы региона Александра Цибульского, мероприятие должно стать площадкой, где женщины Ненецкого округа смогут рассказать о своих достижениях и поделиться опытом общественной деятельности. Также Александр Цибульский поделился идеей создания в Наринмаре тропы здоровья. Оборудованный пешеходный маршрут смогут использовать для тренировок и члены клуба скандинавской ходьбы. Глава НАУ заверил участниц встречи, что открыт для предложений и готов лично поддерживать инициативы «Союза женщин». 25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Легендарному поэту Барду и актеру было отпущено судьбой только 42 года, но за столь короткий срок он успел сделать очень многое. Снялся в культовых фильмах, сыграл значимые роли в театре, написал около 800 песен, многие из которых стали народными и были разобраны на цитаты. В этот день о всенародном любимце вспоминали в Ненецкой окружной библиотеке и, как всегда, творчество поэта не оставило равнодушным ни одного поклонника. «Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее». Эта песня, написанная в начале 1972 года, одна из лучших песен Владимира Высоцкого. Коня привиледливая, стремительная, пророческая и трагическая, как и жизнь самого поэта, которая отвела ему всего 42 года. 15 января 1938 года в московском роддоме появился Володя Высоцкий. «Родился он в семье Нины Максимовны и Семена Владимировича Высоцких. Это простая семья, мама, переводчик с немецкого, отец, военный связист». В коммуналке, где рос Володя, в доме Помещанской улицы он был любимец соседей, подвижный и общительный с цепкой памятью. На каждом празднике он звезда вечера, читает стихи, поет песни и уже начиная с трех лет отлично складывает рифму. «И вот он заходит в ванную комнату, папа бреется, и он подходит и на всю квартиру. Посмотрите, что творится, наш козел решил побриться и ха-ха-ха во всей коммунальной квартире». Мальчишкой он был не только с тонким чувством юмора, но и чувством справедливости. «Так вот, Володя, катаясь перед всеми ребятами во дворе на велосипеде, на него смотрят с завистью. Велосипед – это мечта любого мальчишки. И Володя смотрит, что у стенки стоит парень, который с такой завистью смотрит на него. И он понимает, почему он завидует. Он подходит и говорит, на, забирай. Как так? Ребята говорят, да ты что, как можно отдать свою мечту? Это же велосипед! Оказалось, что Володя знал, что у этого мальчишки папу убило. И когда отец сказал, сынок, ты почему мой подарок отдал? Он сказал, ты у меня жив, а его отца убило. Кстати, папа Высоцкого очень хотел, чтобы сын получил профессию инженера. Но на первом курсе, будучи студентом, Володя понимает, что пошел не по тому пути. И в 56-м году он поступает в школу «Студию МХАТ». После выпуска со школы работал в театрах имени Пушкина, театре «Миниатюр». В итоге по душе Владимиру Семеновичу пришелся театр на Таганке, в котором до самой смерти он и трудился. Здесь Высоцкий сыграет одну из лучших своих ролей – роль шекспировского «Гамлета». «Быть или не быть? Вот в чем вопрос? Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь всем сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть? В биографии Владимира Высоцкого в равной степени переплетались театр и кино. По-настоящему кинематограф открыл его как актера в 1961 году, после съемок в киноленте «Карьера Димы Горина». Серьезный успех настал только в 1967 с выходом фильма «Вертикаль». Знаковой ролью для Владимира Высоцкого стала и работа в многосерийной картине «Место встречи изменить нельзя», где актер сыграл своего любимого героя Глеба Жеглова. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Отдельную страницу в жизни Высоцкого занимала музыка. Писать музыку и тексты песен актер начал в 60-х годах. В 1968 году вышла первая «Грампластинка». Большинство песен Высоцкого написано от первого лица. Казалось, он успел побывать везде, во всех лицах. В шкуре летчика и подводника, солдата и альпиниста, геолога и золотоискателя, спортсмена и простого советского человека. Всего в репертуаре музыканта и поэта более 600 песен, а также около 200 стихов. Его концерты посещали толпы поклонников. Музыкант дал больше полутора тысяч концертов по всему миру. Еще при жизни Высоцкий выпустил 7 собственных альбомов и 11 сборников песен других музыкантов в его исполнении. Он многое сделал, но многое не успел. Жизнь талантливого человека оборвалась трагически в 1980 году, в год Олимпиады. В газетах и по телевидению практически не афишировали смерть поэта. Никто не хотел омрачить такое крупное международное событие. Скромное сообщение о смерти актера вывесили в окошке кассы театра на Таганке. И вокруг театра практически мгновенно собралась огромная толпа. Никто из купивших билеты на несостоявшиеся выступления Высоцкого не сдал. На прощание с музыкантом, казалось, пришел весь город. Как позже описала прощание со всенародным любимцем его жена Марина Влади, так не хоронили даже королей. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это все новости на сегодня. Желаю вам приятного вечера. Далее смотрите прогноз погоды.